Хорошо, тогда приступим. Доброе утро еще раз, коллеги. Я представлюсь, меня зовут Антон Храмов. Я технический эксперт по продуктам компании Veritas, в том числе по решению инвестиционного копирования. Сегодня хотелось бы рассказать об одном из продуктов компании названием BackupExec. Среди двух решений для резервного копирования у компании Veritas это младшее решение, то есть есть еще флагманский Backup. Но сегодня как раз хотелось бы подробнее остановиться именно на экзеке. Экзек у нас в первую очередь ориентирован на все-таки малый, средний, относительно крупный бизнес. Сейчас какие-то большие интерпрайсы он уже закрывать скорее всего не сможет. В общем, в плане инфраструктуры надо понимать, что на текущий момент инфраструктура постоянно эволюционирует у заказчиков. раньше, если это были стендалон железные сервера, которые как есть стояли и работали, то сейчас уже идет, во-первых, повсеместно, естественно, используется виртуализация, плюс идет большое количество миграций в облако. У нас в России это пока не настолько разно, не настолько явно видно, но за рубежом огромное количество уже всевозможных как и серверных частей, так и отдельных приложений как сервисов и тому подобное ушло в облако. У нас сейчас в этом плане, естественно, самое популярное, наверное, это Office 365, который фактически является приложением как сервис. Но, в общем-то, сейчас и в облако мигрирует и база данных, и целая система виртуализации, все это можно держать в облачном хранилище. Единственная проблема в том, что, в общем-то, эволюция IT-инфраструктуры и архитектуры никак не решает проблем, которые, в принципе, всегда там появлялись. То есть сейчас мы можем, допустим, использовать Application as a Service, как тот же самый Office 365. Мы можем использовать SQL Azure вместо обычного SQL, отправить всю инфраструктуру в виртуализацию облака, там вместо каких-нибудь ленточных или других офсайт хранилища использовать тоже облака, но при этом все равно не получается в случае чего уменьшать даунтаймы баз данных и физических серверов виртуальных машин. В любом случае требуется каким-то образом все это защищать, потому что само по себе это, если это находится, грубо говоря, в облаке, то не значит, что это все защищено и можно оставаться спокойным за то, что будет с вашей облачной инфраструктурой. Как раз здесь и стоит начать говорить о системе резервного копирования, потому что, естественно, самая основная защита от любых проблем, как с железной, так и с программной частью, это система резервного копирования. Veritas Backup.exec предоставляет возможность защищать нагрузки как Linux, так и Windows, причем как сами системы, так и приложения. Плюс он работает с виртуализацией, работает с публичными облаками и имеет возможность работать с частными облаками, то есть любые частные облака можно добавлять и настраивать системы. Ну и, соответственно, позволяет использовать, допустим, глобальную дедупликацию, как вы здесь видите, то есть между какими-нибудь disaster recovery сайтом, облаками и другими отдельно стоящими хранилищами. Собственно, касательно правильного именно резервного копирования, если вы действительно хотите защитить какой-то, допустим, критический сервер или какое-то критическое приложение, в первую очередь нужно соблюдать правила 3.2.1. То есть на любое критическое приложение или критический сервер нам требуется три бэкапа на двух типах носителя, и один из них должен находиться в офсайте. То есть в таком случае у нас гарантированно не потеряется хотя бы одна из резервных копий, и мы сможем в случае чего восстановить либо из офсайта, либо из облака, либо откуда-то еще нашу критическую систему. Да, и вот как здесь, можете видеть, вылезла дополнительная окошка. Для работы с облаками в бакапоксах не требует никаких дополнительных рецензий. Ну и естественно, одна из самых популярных тем, это работа с виртуальными машинами с точки зрения резервного копирования. То есть бакап экзек в этом плане предлагает, во-первых, очень простое управление, то есть одна единственная консоль на все возможные виды резервного копирования, и в том числе на, допустим, можно через одну консоль управлять несколькими серверами резервного копирования. Легкая, собственно, настройка бакапа восстановления, то есть буквально в несколько кликов мы можем настроить резервное копирование виртуальных машин. И для того, чтобы понимать, что у нас все виртуальные машины бакапятся, то есть есть такая вещь, как автодискавери виртуальных машин. То есть, допустим, если мы при резервном копировании выберем не какие-то конкретные виртуальные машины, а, допустим, один хост, с которым мы хотим копировать все, то перед каждым бакапом система будет проверять, появились ли на этом хосте новые виртуальные машины. Если они появились, то будет добавлять их в задание резервного копирования. В таком случае мы можем четко понимать, что у нас все виртуальные машины защищены. Соответственно, с точки зрения производительности бакапа – это более быстрые инкрементальные бакапы за счет либо Resilent Change Tracking для Hyper-V, либо Change Block Tracking для VMware. Соответственно, просто силами самого гипервиза расслеживаются блоки с изменившимися данными, копируются только они. Соответственно, еще есть такая вещь, как Instant GRT, то есть это еще более ускоренный способ резервного копирования, который при чтении каталога читает только необходимые данные, при этом значительно быстрее проводится резервное копирование, но накладывается одно ограничение. Уже в сделанной резервной копии невозможно проводить поиск по словам. То есть можно, допустим, зайти внутрь скопированной виртуальной машины и по папкам найти нужный файл, но именно поиск по имени файла произвести будет невозможно. Ну и, конечно, диск Exclusion – это возможность делать резервную копию только определенных дисков виртуальной машины, а не копировать всю машину целиком. Ну и, соответственно, доступность виртуальных машин – это Instant Recovery – функционал, который позволяет максимально быстро установить виртуальные машины. Я о нем расскажу подробнее позднее. Recovery Ready – это проверка готовности виртуальных машин к восстановлению. То есть при этом BackupExec делает тесты восстановления виртуальной машины, проводит несколько тестов, машина удаляет, а сама резервная копия помечается как прошедший тест. И, соответственно, вы можете быть уверены, что Backup будет восстановлен без каких-либо проблем. Вот. Собственно, с частью с презентации на этом моменте я хотел бы закончить и уже перейти к более наглядной демонстрации. Демонстрация. Сейчас я только… Ну, коллеги, касательно слайдов на английском языке, я хочу сказать, что в первую очередь данный вебинар касается именно демонстрации продукта слайда тут по стойку-поскольку. И так, значит, это у нас уже демо-стенд с веритосбокап.exec, на котором я вам продемонстрирую, собственно, работу самой системы. Так, пока мы запустим виртуальную машину. Окей. Итак, собственно, с чего у нас, в общем-то, начинается общая работа с Backup.exec. Так. Это дашборд, главное окно. То есть на данный момент эта система на самом деле не настроена, поэтому здесь практически никакой информации нет. Но как только у нас начнут появляться уже задания выполненные или успешные или не очень, то мы уже сможем здесь видеть статистику по заданиям, статистику по загрузке хранилищ, по размерам резервных копий и так далее, и тому подобное. То есть здесь можно выбирать, собственно, те панели, которые мы хотим видеть, ту информацию, которую мы хотим видеть среди этого дашборда. можно выбирать, в общем, как этот дашборд будет отформатирован. То есть там 11, 2 столбца и так далее. То есть здесь у нас будет вся основная информация, которая нам потребуется для быстрого понимания, в каком состоянии у нас сейчас находится система. Собственно, с чего у нас, в принципе, начинается работа с системой резервного копирования? Естественно, нам нужно создать хранилище. То есть если у нас нет хранилища, то, собственно, и складывать резервные копии нам некуда. Поэтому для того, чтобы настроить хранилище, ну, как-то неудивительно, мы воспользуемся кнопкой «Настроить хранилище». И здесь уже можем выбрать тип хранилища, который нам требуется. То есть мы можем здесь добавить дисковое, облачное, сетевое хранилище, ленту, даже создать полухранилище. Но сейчас мы сделаем дисковое хранилище. Опять же, здесь есть у нас варианты создания дискового хранилища, обычного дискового хранилища из дубликации. Мы создадим оба, чтобы посмотреть, как это все работает. То есть дисковое хранилище пока мы создаем обычное. Достаточно дать имя. По желанию добавить описание и, собственно, выбрать локальный диск. То есть если мы хотим создать, соответственно, хранилище на каком-то сетевом ресурсе, то нужно выбирать сетевое хранилище. Да, ленточные массивы поддерживаются. Единственное, что вопрос в... Ну, просто в лицензировании. То есть, естественно, для поддержки лент требуется определенная лицензия. Значит, здесь мы настраиваем ограничения по количеству параллельных записей в хранилище. То есть нужно понимать, что в backup.exec параллельные записи делаются... То есть это именно параллельное задание резервного копирования. То есть, соответственно, два параллельных задания резервного копирования будут писать в две параллельных операции записи. То есть если мы хотим, чтобы у нас большее количество резервных копий писалось на хранилище одновременно, нам требуется увеличительное значение. окей, собственно, далее нам требуется только проверить, что у нас все опции настроены так, как мы хотим. И завершить настройку. Сразу же добавим сюда заодно и аналогичное дисковое хранилище, только здесь дупликации. То есть его настройка чуть более трудоемкая, чем настройка обычного хранилища. Мы, соответственно, выбираем диск, на котором хотим хранить. И нам нужно создать учетную запись для доступа к этому хранилищу. То есть учетная запись будет использоваться только исключительно для управления этим хранилищем и не рекомендуется использовать системную учетную запись для входа. Поэтому рекомендуется создавать отдельную. Поэтому просто заведем учетную запись для этого и выберем ее. Собственно, больше мы ее нигде использовать не будем, только для управления. Здесь мы можем добавить шифрование, если у нас появится такое желание. Таким же образом настроить количество параллельных операций. И, собственно, перед созданием мы получаем предупреждение о том, что было бы неплохо исключить хранилища депликации и сканирование для всех антивирусных систем, которые установлены на сервере. Пока создается у нас хранилища депликация, как раз хотелось бы упомянуть вопрос защиты. Сейчас в наиболее свежих версиях backup.exe появился такой, так сказать, функционал, как защита от вирусов-шифровальщиков. Так, вот сейчас не слышно. Так, а так лучше слышно? Так, ладно, я постараюсь немного следить за своим голосом. Я, похоже, немного проседаю периодически. Так, сейчас для создания хранилища депликации нам потребуется перезапустить службу, что мы, собственно, и сделаем. А пока вернемся к вопросу, о котором я начал говорить. Это защита от вирусов-шифровальщиков. То есть, естественно, надо понимать, что backup.exe это не антивирусная система и не система информационной безопасности. Поэтому она, в общем-то, ну, старается защитить именно сама себя. То есть, для защиты от вирусов-шифровальщиков система backup.exe запрещает доступ к хранилищам резервных копий для любых других внешних приложений, скриптов и тому подобное. То есть, она фактически лочит свои хранилища и никому не дает изменять систему резервной копии. Вот. Этот функционал сейчас называется как раз ransomware resilence и позволяет, в общем-то, действительно, в какой-то мере защитить именно резервные копии от посягательств вирусов-шифровальщиков. Так, вот сейчас у нас перезапускаются в администраторе службы backup.exe, собственно, все службы, которые требуются. В общем-то, вы можете видеть, что с точки зрения интерфейса backup.exe крайне дружелюбен к пользователям, особенно если сравнивать с его старшим братом, надбэкапом, потому что там интерфейс разительно отличается, и он действительно очень сильно нагружен, и очень большое количество всевозможных настроек, опций и тому подобное. То есть здесь, в этом плане, backup.exe представляет максимально удобную работу именно для администратора. То есть никаких сложностей, никаких проблем здесь возникать не должно. Вот у нас теперь появилось хранилище еще с дедупликацией. Ну, собственно, теперь нам нужно уже заняться резервным копированием. Для этого нам нужно, собственно, добавить то, что мы хотим скопировать. В общем-то, для этого достаточно использовать кнопку «Добавить серверы», или можно сделать точно так же нажатием правой кнопки на практически в любом месте в вкладке резервной копирования и установления. Собственно, мы добавим сейчас несколько серверов. Так, это у нас будет... То есть можно, в данном случае можно добавлять по FQDN, как я делаю, или можно добавлять по IP-адресу. В общем-то, это не принципиально совершенно. То есть у меня используется для входа доменную учетную запись, поэтому я ее же, собственно, и буду использовать для добавления серверов. Но если у нас нет доменной учетной записи, в которую мы можем их добавить, здесь мы можем, соответственно, выбрать либо другую существующую учетную запись, либо какую-то новую. Собственно, здесь мы можем автоматически обновлять версию в backup-exec agent, ну, соответственно, агенты backup-exec до текущей версии. То есть если у нас, допустим, на сервере стояла какая-то устаревшая версия, мы ее можем быстренько обновить. Ну и, собственно, дальше нам требуется только нажать далее и следить за тем, как происходит добавление. То есть сейчас происходит добавление серверов, установка на них, собственно, агентского программного обеспечения, которое позволит нам производить резервное копирование не только самой машины, но и резервное копирование баз данных и приложений внутри нее, причем, ну, соответственно, получать консистентные резервные копии. То есть сейчас мы добавим два этих приложений, два этих сервера, один из которых, ну, как вы могли уже понять по названию, это, соответственно, сервер Active Directory, и как раз сейчас для демонстрации того, как работает именно консистентное резервное копирование приложений, мы можем как раз посмотреть на примере именно Active Directory. то есть консистентное и, что интересно, еще гранулярное копирование приложений. Соответственно, мы сделаем резервную копию Active Directory и посмотрим, что именно гранулярное резервное копирование позволяет нам в случае чего не восстанавливать ADD целиком, не перезаливать сервер полностью. Допустим, если у нас по какой-то причине пропал, допустим, какой-нибудь Organizational Unit или, не знаю, пользователь, какая-то еще часть именно в самом каталоге ADD, мы из гранулярной резервной копии можем восстанавливать, собственно, конкретно тот объект, который нам требуется, а не восстанавливать весь каталог целиком. Собственно, у нас практически уже завершилось добавление сервера Active Directory. Пока добавляется второй сервер, мы, в принципе, уже можем заняться резервным копированием того, который добавился. Чтобы сделать резервную копию, в общем-то, тоже в этом ничего сложного нет. Нам достаточно... просто, допустим, нажать правой кнопкой на нужном сервере или, соответственно, выбрать резервное копирование из панели наверху и здесь выбрать, собственно, как и куда мы хотим копировать. То есть мы можем выбрать копирование на диск, копирование в хранилище депликации и затем, допустим, мы можем создать какие-то дополнительные действия, к примеру, преобразование в виртуальную машину, нужного нам сервера. Но пока мы создадим резервную копию на обычное дисковое хранилище. Так, вот, в это время у нас завершилось добавление уже второго сервера. Собственно, нам требуется сделать именно резервное копирование с использованием агента, если мы хотим получить консистентную резервную копию приложения, которое, собственно, установлено. мы здесь создаем, собственно, задание резервного копирования, задаем ему имя и пожелание описания. И далее у нас есть, как бы, две части, которые мы можем настраивать здесь. И с помощью кнопки «Изменить» мы можем, в общем-то, выбрать то, что именно мы хотим копировать. То есть, в данном случае нам потребуется для того, чтобы сделать резервную копию именно в каталоге Active Directory, нам потребуется сделать только резервную копию в состоянии системы. Вот, собственно, мы его выберем. Вот здесь, соответственно, мы можем там, ну, по желанию, если мы хотим что-то еще, допустим, скопировать, мы можем вот здесь развернуть и выбрать там любые входящие там папки, файлы вложенные и тому подобное. Во второй части мы можем настраивать, во-первых, расписание резервного копирования и, во-вторых, все остальные как бы опции, которые касаются этого задания. То есть, в данном случае, ну, нам не нужно особенно настраивать расписание, поэтому мы его создадим вообще без расписания, оставим только полную резервную копию. Собственно, на вкладке «Хранилище» мы можем настроить, собственно, где мы храним, сколько времени мы будем это хранить, требуется ли нам сжатие или шифрование. То есть, нужно понимать, что если мы храним резервную копию в хранилище депликации, то ни в коем случае сжатие и шифрование здесь включать нельзя, потому что само по себе сжатие, оно уже будет в хранилище с депликацией, а шифрование мы тоже можем при желании настроить именно на уровне хранилища. Потому что если мы будем сжимать или шифровать данные перед тем, как отправить их в хранилище с депликацией, то оно будет работать просто как обычное хранилище, оно не будет понимать, что это уже повторяющиеся данные и будет их просто складывать как есть. То есть, это будет бестолковая тогда вещь, хранилище с депликацией держать, если мы будем так его использовать. То есть, тут мы можем настроить сетевой интерфейс, по которому будет проходить, собственно, резервное копирование, если у нас их несколько, протокол используемый. можем настроить уведомления о успехе или неуспехе этого задания резервного копирования, включить пробный запуск по желанию, то есть, чтобы система просто проверила, вообще пойдет ли, собственно, резервное копирование или у нас что-то настроено неправильно. настроить, как мы проверяем данные после резервного копирования, но в данном случае мы их проверять не будем, чтобы лишнее время не тратить. Ну и, собственно, для уже для VSS, то есть, здесь можно использовать технологию моментальных копий, можно добавлять команды, которые будут выполняться перед и после задания резервного копирования. Ну и, соответственно, учитывая, что мы копируем сервер с каталогом Active Directory, у нас здесь появляются дополнительные настройки именно для Microsoft Active Directory. И, собственно, здесь мы уже можем такие специфические именно для этого приложения настройки производить. То есть, если бы мы, допустим, копировали сервер, который содержал себе базу данных SQL, то, соответственно, здесь уже был бы Microsoft SQL и, соответственно, настройки, которые относятся именно к нему. Ну, в общем, на этом мы просто завершаем настройку резервного копирования и сразу ее сейчас запустим. То есть, мы можем перейти в монитор заданий. Вот здесь у нас сразу появляется настроенное задание резервного копирования. Мы видим, собственно, тип задания, что это полное резервное копирование, что оно не запланировано на ближайшее время, так как мы не создавали расписание для него. Ну и, собственно, в общем-то, все основные, вся основная информация по поводу этого задания. Ну и мы, недолго думая, просто выполним его немедленно, пусть запускается пока что. А в это время я, пожалуй, добавлю еще один сервер, но на этот раз нам потребуется добавить сервер виртуализации, сервер виртуализации. То есть, вот у нас здесь есть небольшой ESX, собственно, для демонстрации, на котором крутится, в общем-то, одна виртуальная машина, да и больше нам не надо, по большому счету. Мы добавляем либо по адресу, собственно, хоста ESX, либо по адресу ват-центр. Зависит от того, есть у нас ват-центр или нет. Дальше здесь мы можем выбрать, устанавливать ли агент бэкап экзек на виртуальные машины после добавления хоста. Я эту галочку сниму, потому что нам, в общем-то, не нужен агент на виртуальной машине, а при желании мы уже потом можем на требуемую машину его поставить. В данном случае следует понимать, что при копировании виртуальных машин, если у нас нет внутри виртуальной машины какого-то приложения или базы данных, которые нам требуется консистентно скопировать, то нам не нужно устанавливать агента в принципе. То есть все резервное копирование фактически делается через IP VMware или через IP Hyper-V, и для этого агента не нужно. То есть единственное, что при работе с Hyper-V нужно поставить агента на сам хост виртуализации. А внутри виртуальных машин уже не нужно. Собственно, мы добавим сюда учебную запись для доступа к виртуализации, к хосту, собственно. А, да, забыл пароль добавить. Да. Не сложилось у меня с паролем, попробуем еще раз. Так, вот у нас добавлено, собственно, учетная запись для доступа к хосту. Мы используем ее и, в общем-то, далее можем просто. Ну вот, в общем-то, все, мы уже добавили. На самом деле, хост виртуализации происходит даже быстрее, чем добавление отдельно с этого сервера. То есть внизу мы можем развернуть, здесь выбранный дата-центр и увидеть, ну, одну единственную одинокую виртуальную машину, которая у нас здесь есть. Ну и сразу, в общем-то, чего тянуть? Можем сделать ее резервную копию. Опять же, там, создадим имя для задания резервного копирования, выберем, что мы хотим копировать. То есть нам требуется только одна виртуальная машина и все. То есть вот здесь, как вы видите, ну, у данной виртуальной машины всего один виртуальный жесткий диск. Но если бы их здесь было несколько, то можно было бы выбирать, какие мы хотим копировать, какие не хотим. Но мы будем копировать машину целиком. Аналогичным образом мы сейчас сделаем только полное резервное копирование без расписания. Собственно, вот, как вы видите, здесь у нас появились дополнительные настройки для виртуальной машины, которые мы можем использовать. То есть, соответственно, можно вот здесь настроить гранулярное восстановление для объектов Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft SQL. Ну и, соответственно, другие дополнительные настройки для виртуальных машин, в том числе и выбор приоритета режимов передачи. То есть есть там четыре основных режима. То есть это Sun, HotEd, который фактически подцепляет жесткий диск к системе резервного копирования. Ну и, собственно, передача данных по сети с шифрованными или не шифрованными данными. Здесь мы можем, соответственно, включать или отключать любые из этих типов транспорта и перемещать их в приоритет. Соответственно, мы, опять же, создаем задание резервного копирования. И, собственно, прямо отсюда его и запускаем. Собственно, что еще хотел сказать, пока у нас идет резервное копирование, именно касательно хранилищ. То есть мы здесь создали хранилище с дедупликацией. Именно в Backup.exec используется глобальная дедупликация. То есть как это работает? Когда у нас какие-либо данные попадают в хранилище с дедупликацией, то эти данные бьются на блоки определенного размера, после чего с них снимаются фингерпринты и записываются в соответствующую базу, которая эти самые фингерпринты хранит. А потом далее, когда у нас какие-то еще новые данные попадают в хранилище с дедупликацией, то аналогичным образом эти данные делятся на блоки, с них снимаются фингерпринты, и эти самые фингерпринты сравниваются с теми, которые уже лежат в базе. Соответственно, если там появляется совпадение, то этот блок помечается как уже существующий в хранилище, и вместо него, вместо того, чтобы записывать его второй раз в это же хранилище, вместо него оставляется просто ссылочка уже на существующие данные. Но именно глобальность дедупликации состоит в том, что она действует на уровне всего хранилища. То есть неважно, с помощью какого задания или какой сервера, виртуальная машина были скопированы в это самое хранилище, дедупликация все равно будет действовать на все данные, которые приходят в хранилище. То есть у нас могут быть два совершенно разных сервера, которые бокапятся совершенно разными заданиями, один может быть физическим, другой виртуальным, но если у них есть какие-то данные повторяющиеся, то будет записана всего одна копия. То есть в этом плане мы просто можем просто кидать в это хранилище все, что мы хотим дедуплицировать, не особо думая о том, как нам распределять эти серверы по заданию, мы просто распределяем их так, как удобно нам, и просто направляем их в хранилище с дедупликацией, чтобы получить максимально большую экономию на месте хранения. Плюс еще следует иметь в виду, что есть два основных способа дедупликации, то есть это либо дедупликация на стороне сервера, либо дедупликация на стороне клиента. То есть в чем разница? Когда мы делаем дедупликацию на стороне сервера, то мы все данные резервной копии передаем на серверу резервному копированию, а уже на нем происходит вот это самое отделение на блоке, сравнение с базой данных фингерпринтов, и уже запись только уникальных блоков в хранилище. Если мы настраиваем дедупликацию на стороне клиента, то на клиенте дополнительно ставится плагин для дедупликации, и все как раз процессы дедупликации, то есть вот это разберение на блоке, снятие фингерпринтов и их сравнение происходит на клиенте. То есть мы ставим на клиента, точнее автоматически ставится на клиента соответствующий плагин, и на его стороне происходит вся дедупликация. Что мы при этом получаем? При этом мы получаем повышенную нагрузку на клиента, естественно, потому что ему приходится всю эту дедупликацию проводить с одной стороны. Но с другой стороны, по сети у нас передаются только уникальные данные, которые будут записаны в хранилище. А любые повторяющиеся данные просто не передаются вообще. То есть если нам требуется именно, если мы готовы пережить повышенную нагрузку на сервер, но при этом мы хотим значительно сэкономить на пропускной способности сети и передавать минимум данных на серверизированное копирование, то как раз имеет смысл выполнять дедупликацию на стороне клиента. Сейчас у нас, собственно, в процессе два задания. Можем двойным кликом открыть это задание, посмотреть подробнее, что у нас тут происходит. Можем посмотреть скорость передачи данных, можем посмотреть, сколько уже данных было передано, сколько затрачено времени. также если мы настроим, то есть это дополнительный опция, если мы настроим сканирование системы перед резервным копированием, то мы можем увидеть вот здесь как раз оценочное число байт и оценку оставшееся времени. То есть, но так как мы сейчас не сканировали эти системы перед резервным копированием, соответственно, эти данные нам недоступны. то есть, естественно, на это потребуется небольшое дополнительное время, но мы можем, в общем-то, это все настроить, и чтобы понимать примерно сколько у нас, сколько нам еще данных требуется передать и сколько времени осталось. Собственно, у нас завершено сейчас резервное копирование виртуальной машины. Резервное копирование Active Directory пока продолжается. Но раз у нас готово резервное копирование виртуальной машины, то мы можем проделать следующее. Собственно, нашу оригинальную виртуальную машину выключим. Вот, кстати, здесь мы можем открыть дисковое хранилище, посмотреть, собственно, что сюда сейчас активно запишется, что уже, собственно, записано. А в резервном копировании установления, вот вы можете видеть сейчас в нижней части как раз отмечена виртуальная машина Windows RV, и как раз вот сегодня стоит зеленая галочка, что мы выполнили резервное копирование. То есть как раз вот здесь можно прям нажатием, как обычно, правой кнопки мыши, мы можем запустить проверку виртуальной машины для восстановления. То есть, как я уже рассказывал, тогда backup exec ее восстановит, проведет тесты, потом удалит установленную машину и, собственно, укажет, во-первых, сколько времени нам потребуется для восстановления, во-вторых, будет ли оно в принципе успешно. Но делать мы этого сейчас, конечно же, не будем. Сейчас мы... Просто-напросто удалим оригинальную виртуальную машину. И я продемонстрирую вам, как работает моментальное восстановление. Чтобы вы понимали вообще, что это за функционал. То есть моментальное восстановление виртуальных машин – это функционал, который позволяет максимально снизить время между падением виртуальной машины и возвращением ее в рабочее состояние. Собственно, каким образом это делается? То есть, если мы восстанавливаем виртуальную машину в стандартном режиме, то это выглядит следующим образом. Мы сначала передаем все данные виртуальные машины на дата-стор гипервизора, затем эта виртуальная машина там регистрируется, запускается и становится рабочей. В случае моментального восстановления мы не передаем данные виртуальной машины на гипервизор, а вместо этого мы подключаем хранилище резервных копий как дополнительный дата-стор к гипервизору и спускаем виртуальную машину прямо из него. Соответственно, ну, естественно, вы понимаете, что такой функционал будет работать только если виртуальная машина сохранена на диске. То есть, естественно, с лентами это не прокатит. Вот, собственно, сейчас мы попробуем как-то все работает. То есть, вот сейчас у нас нет виртуальной машины, и мы попробуем мгновенно ее установить. Единственное, что нужно знать, что для работы этого функционала нам требуется еще дополнительно на сервере установить NFS. То есть, я уже этот функционал заранее на сервере настроил. Собственно, мы сейчас быстренько настраиваем моментальное восстановление виртуальной машины. Здесь мы можем выбрать, собственно, между какими датами мы будем выбирать резервные копии. То есть, мы выбираем дату, начальную дату, конечную, и смотрим, именно, какую из резервных копий мы хотим использовать. Но, учитывая, что у нас есть всего два резервных копий, выбирать нам особо не есть, поэтому вот она. Сделана буквально только что, полная резервная копия. Дальше нам требуется, соответственно, указательное расположение. Мы выбираем имя виртуальной машины после восстановления. Выбираем имя сервера V-Center или хостай ESX. Мы, естественно, можем восстановить на другие ESX. Выбираем учетную запись. И дальше нам остается только выбрать, собственно, хост. Убираем хост, в общем-то, папку виртуальной машины и прочее добавляется автоматически. Мы это тоже все можем поменять, естественно. Выбираем сеть, которая будет подключена к виртуальной машине. Естественно, нас сразу предупреждает, что если старая виртуальная машина сохранилась, то могут быть конфликты сетевые. Единственный нюанс здесь состоит в том, что если даже в виртуальной машине было несколько сетевых устройств, сетевых интерфейсов, то при восстановлении будет установлен только один сетевой интерфейс, остальные придется добавлять вручную и после восстановления. Вот, собственно, выбираем Data Store. Расписание, ну, мы прям выполним сейчас. Увидовление нам, пожалуй, не потребуется. Собственно, мы запускаем восстановление, уголовное восстановление виртуальной машины. Можно в мониторе заданий посмотреть. И, собственно, параллельно на гипервизоре. Сейчас мы можем посмотреть, сколько времени займет у нас такое восстановление виртуальной машины. То есть вот она уже появилась. И, собственно, все. Виртуальная машина полностью восстановлена. То есть мы можем посмотреть. У нас задание начато 11 марта 2020 года, 12.02. 12 часов 2 минуты 14 секунд. Завершено 12 часов 2 минуты 33 секунды. Собственно, восстановление виртуальной машины нам потребовалось 19 секунд в данном случае. Соответственно, нужно понимать, что при этом у нас виртуальная машина, вот здесь у нее появляется такой значок. Для виртуальной машины есть восстановленный VM, который означает, что, во-первых, диск, который именно находится среди резервных копий, он залочен. То есть у него никакая запись не производится, а запись все производится в дельту. После этого мы можем с помощью V-motion уже перетащить виртуальную машину на основной дата-стор и объединить, собственно, виртуальный диск вместе с дельтой уже в полноценном диск. То есть все изменения сейчас пишутся в дельту, и фактически виртуальная машина запущена из хранилища резервных копий. Собственно, создание резервных копий у нас заняло несколько много времени, но пока мы ждем, я сейчас в завершении создания резервных копий, я предлагаю, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, пишите в чат, я постараюсь на них, наверное, сейчас ответить. Вот, собственно, здесь мы опять же можем видеть все еще активные задания и хронологии заданий, которые у нас уже выполнили. Вот. Что еще хотелось бы рассказать? Есть еще такой интересный функционал, как преобразование в виртуальную машину. То есть он может использоваться при резервном копировании прямо в процессе, или может использоваться уже как отдельное задание. То есть мы можем копировать любой физический сервер и преобразовать его в виртуальную машину. То есть, допустим, мы создали копию сервера и параллельно делаем из него виртуальную машину. Соответственно, как еще один вариант использования этого функционала, это создавать виртуальную машину из уже созданного бэкапа. То есть, допустим, мы делали резервную копию какого-то физического сервера. Потом по некой причине у нас этот сервер оказался неработающим. То есть, допустим, проблема аппаратная или еще какая-то. То есть мы можем сразу из любой резервной копии, которая была ранее создана, конвертировать ее в виртуальную машину и запустить на гипервизоре. То есть я, к примеру, встречал такой интересный юзкейс для этого. Один заказчик, у которого была одна крайне критическая система, использовал это следующим образом. То есть он при каждом бэкапе сервера физического, он создавал его, он его сразу же конвертировал в виртуальную машину и у него всегда была свежая виртуальная машина в выключенном состоянии на гипервизоре. И когда действительно у него один раз вышел из строя этот сервер, то, в общем-то, все установление свелось к тому, что они просто включили виртуальную машину и все работало. То есть такой вариант тоже возможен. Вот, сейчас у нас завершилось задание как раз резервного копирования AD, это вот, в общем-то, последнее, что я хотел показать сегодня. Мы можем выбрать здесь восстановление. Опять же, как обычно, прям напрямую через меню правой кнопки. Собственно, здесь мы можем выбрать только восстановление AD или состояние системы, потому что, собственно, мы больше ничего не копировали. Если бы мы копировали еще и, собственно, данные сервера, мы могли бы восстановить его целиком. То есть вот здесь мы можем, собственно, развернуть все АТ, то есть можем посмотреть DC, можем посмотреть здесь пользователей. И, собственно, ну, в общем-то, вот у нас это мы безымянные рабочие пользователи. В общем-то, при желании мы можем выбрать там отдельно взятого пользователя, допустим. Можем взять даже не то, что даже отдельно взятого пользователя, а какие-то отдельно взятые его настройки. То есть, не знаю, можем инициалы, display name, там, его членство в группах и так далее. То есть выбирать. Вот таким образом у нас работают гранулярные восстановления. То есть если речь об эксченже, то гранулярные восстановления у нас, соответственно, действуют. Мы можем устанавливать почтовые ящики, письма, вложения из писем и так далее. Ну и, соответственно, аналогичным образом это действует в SharePoint. Вот. Ну и, соответственно, полностью все, что касается этой директори, мы здесь можем устанавливать. Ну и плюс еще состояние системы, если нам это потребуется. То есть там, реестр и тому подобное. Ну вот, наверное, это все, что я планирую сегодня вам сказать. Соответственно, если у вас сейчас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Если, возможно, какие-то вопросы у вас появятся позже или пока их там не готовы полностью сформулировать, то, пожалуйста, задавайте их по электронной почте. я всем отвечу на вопросы. Так что, наверное, если... коллеги, наверное, в таком случае, если вопросов нет, то большое спасибо за то, что сегодня были с нами, спасибо за то, что поучаствовали в этом вебинаре, и спасибо большое вам за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!